Зелёные разработки учёных КФУ претендуют на большое будущее. Доверить ли человек свою жизнь роботам и кто их разрабатывает? Как отразится глобальное потепление на Казани? Казанский федеральный университет посетил вице-президент компании «Нефис». Представители данной компании заинтересовались зелёными разработками учёных КФУ. Ждёт ли химический институт имени Бутлерова совместная работа со столь крупной компанией? Ты узнаешь далее. Казанский федеральный университет посетила делегация группы компании «Нефис» во главе с вице-президентом по перспективному развитию Масима Бонори. Гости посетили ряд лабораторий химического института имени Бутлерова и стратегической академической единицы «Эко-нефть». Представители «Нефис» смогли лично оценить уровень оснащения университетских лабораторий и узнали о различных направлениях исследований, проводимых учёными КФУ. Они очень были так восторжены, удивлены тем оснащением и теми работами, которые ведутся в Казанском федеральном университете. И есть ряд направлений для совместного сотрудничества. В ходе встречи был продемонстрирован парк высокотехнологичного оборудования, которым оснащены лаборатории КФУ. Многое из увиденного чуть ли не в единственном экземпляре в России, при том, что использовать это оборудование можно для самых различных сфер. Представители компании «Нефис» выразили интерес к разработкам в области так называемых зелёных технологий. Сегодня в КФУ есть стратегическая академическая единица «Эко-нефть», в рамках которой разрабатываются не только технологии увеличения нефтеотдачи, но и новые зелёные материалы и продукты, которые можно использовать в различных сферах. Сейчас очень активно дискутируется о применении таких зелёных технологий для разработки нефти на шельфе, где как раз очень важен не только экономический, но и экологический аспект применения различных химических реагентов для увеличения нефтеотдачи. В принципе, те вещи, которые можно делать на базе сырья, производимого компанией «Нефис», можно ориентировать и на эти направления. По итогам встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости запуска совместных проектов. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. По заботе хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Так поётся в песне известного кинофильма «Приключения электроника». В своём произведении Евгений Вельтистов значительно определил развитие современной робототехники. Насколько оказался прав детский писатель, узнаете в сюжете Адели Шемиловой. Магистратура по робототехнике Казанского федерального университета активно продолжает свою работу. Данная программа стартовала лишь в прошлом году, но уже смело ставит перед собой весьма амбициозные цели. Например, предполагается, что новоиспечённые выпускники найдут работу по специальности не только в России, но и за её пределами. Почему у меня такая уверенность в этом? Во-первых, за основу программы взята программа университета Карнеги-Меллан, Института робототехники. В котором я работал в 2012 году и наблюдал все положительные стороны этой программы, проблемные стороны. То есть я перенёс идею этой программы на российскую действительность. А вторая причина, почему эта программа будет успешной, она читается на английском языке. То есть я сам, другие преподаватели ведём всё на английском, и таким образом студенты получают самые современные знания. Читаться программа магистратуры по робототехнике будет на английском языке отнюдь не случайно. На то есть своя причина, причём довольно весомая. Представьте себе, чтобы опубликовать книгу, человек готовит материалы 10 лет, 15 лет, иногда даже больше, для того, чтобы она вышла в печать. Книга выходит в печать, это занимает ещё несколько лет. И затем, чтобы получить эти знания на русском языке, мы ждём, когда кто-то переведёт книгу на русский язык. То есть задержка в получении знаний колоссальная. Мы отстаём от того, что уже на Западе является общепринятым даже не трендом, а технологиями, внедрёнными в обучение. Магистратура по робототехнике ярко отличается от подобных программ. Ещё бы, для обучения закуплен целый ряд современного оборудования, причём созданного по последнему слову техники. Один из примеров, вы видите, у меня на столе. Это корейский робот Darwin OP2. За моей спиной сидит другой робот Darwin OP3. Эти роботы используются также в процессе обучения на одном из предметов. У нас есть огромное количество датчиков, лазерных датчиков, камер, 3D-камер, которые мы также будем использовать в образовательном процессе. То есть такое оборудование не могут себе позволить большая часть вузов не только в России, но и за рубежом. Первый набор магистрантов данной программы был исключительно коммерческий. Но уже в этом году грядут изменения. Число будущих магистрантов значительно увеличено. Сейчас планируется включить 10 коммерческих и 5 бюджетных мест. Самые активные студенты бакалавриата уже начали задумываться о поступлении в магистратуру робототехники. Я собираюсь продолжить свое научное направление в этой сфере робототехники и поступить дальше сюда, выйти на робототехнику. К слову, совсем скоро будущие разработчики смогут продемонстрировать нам свои таланты, а возможно даже и научить чему новому. Увидеть и поучаствовать в сборке роботов можно на студенческом соревновании по робототехнике. Фишка мероприятия заключается в том, что все модели собраны из конструктора Лего, начиная с самых маленьких роботов и заканчивая суперроботами. Мероприятие состоится 19 января в стенах Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Униферньюс. Глобальное потепление является серьезной проблемой и даже угрозой для всей жизни на Земле. За последние 100 лет средняя температура по всему миру поднялась на 1 градус. Чем это грозит нашей планете? Это наличие огромного количества катаклизмов, природных катаклизмов. То есть где-то всегда происходит наводнение, засухи, смерч, ураганы и так далее. И вот эти неприятные явления, которые являются разрушительными, они становятся все более и более частыми. Такие катаклизмы являются последствием повышения температуры. Из-за таяния ледников мировой океан повышает свой уровень, провоцируя наводнения и прочие волнения природы. Татарстан и Казань находятся в безопасности от подобных угроз. Однако влияние глобального потепления на них все же оказывается. В 2010 год у нас был, у нас температура была, доходила до 39 градусов. 39 градусов, это совсем не наша температура. Это почти максимум возможной температуры. Когда много дней стоит такая температура, это очень плохо. У нас есть данные метастатистики, которые показывают, что в 2010 году произошел всплеск смертности среди пожилых людей. Проблема глобального потепления уже изучается профессионалами. Но на данном этапе работы происходит лишь ее сдерживание и замедление. Пути решения этой проблемы пока нет. Глобальное потепление также влияет на погоду зимой. Температура в Казани в ближайшие дни будет выше нормы. Казани находится в Красной области. Что это означает? Это означает, что на ближайшие декады, то есть на 10 дней, до 24-го, в среднем, температура будет все-таки выше нормы. И выше нормы на 4 градуса. Вот сейчас она должна быть у нас минус 12 градусов, значит будет порядка 8 градусов. Серьезные изменения температуры в глобальном масштабе не скоротечны. По прогнозам, средняя температура Земли повысится на 1,5 градуса только за 100 лет. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универ Ньюс. Казанский федеральный университет проводит уникальный проект МИСКОФУ уже не первый раз. 2018 год не составил исключения. Подробности ты узнаешь прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. Казанский федеральный университет обращает внимание не только на качество образования, но и на уровень студенческой жизни. Ежегодно университет проводит различные конкурсы и проекты, устраивает концерты, интеллектуальные спортивные игры. И вся эта деятельность направлена на развитие и поощрение талантов студентов. Для более тонких натур в Казанском федеральном университете существует свой конкурс красоты. Этот уникальный проект будет проводиться в стенах университета уже во второй раз. Какая девушка не хочет себя почувствовать принцессой. Это такой распространенный конкурс. Он проходит среди студенчества и на России. Он проходит и просто среди красивых девушек России. Мы решили поддержать эту волну и сделать тоже у нас такой конкурс. Конкурс красоты МИСКОФУ традиционно проводит департамент по молодежной политике и студенческий клуб университета. В проекте смогут принять участие обучающиеся всех институтов. Но всем желающим девушкам нужно поторопиться, ведь заявки принимают до 12 февраля. Олег Ашин, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok